хорошо дорогие друзья давайте андрея мы проводили в дорогу вот теперь я с вами давайте я буду отвечать то что я знаю давайте вначале я вам расскажу интересную историю на самом деле потому что она даст какое-то понимание о чем идет речь есть очень много подходов и я как ну скажем преподаватель и основатель компании дэлти трейдингами и это не компания чистого трейдинга работы на бирже есть такое понятие действительно андрей это игрок а есть понятие трейдера или работать на бирже я сейчас не буду говорить о бирже я просто о том как люди могут к этому относиться и какое понимание как правильно вообще-то понимать о чем идет речь когда-то такой известный очень известный в америке человек его зовут по моему он еще жить но он достаточно пожилой человек его зовут стив нисон и он принес в мир понятия свечек вот этих свечек то понимает графики изображается в разных вариантах но это где-то было в семидесятых по моему годах или восьмидесятых годах вот появились вот график стал обозначаться свечками и это самое популярное сегодняшний день конфигурации это визуально все видно но это был очень и очень серьезный охраняемый секрет теми самыми японцами вот японцы молодцы они впереди планеты всей в технологии и так далее и так далее это мы знаем и вот стив нисон как-то случайно увидал какой-то вот он понял а конечно поскольку он этим вещами занимался он понял что эта графика обозначает движение ну какого-то там какой-то компании они помню или это не имеет значения но очень необычный был показ вот этого графика и он как-то это запечатлел и он стал с этим разбираться короче говоря ему никто не говорил но он это дело открыл сам каким-то образом не знаю он понял о чем идет речь и каково же было удивление когда а поскольку он был очень серьезным техническим аналитиком и каково же было его удивление когда точнее японцев когда он тоже свое время забыл на столе график когда американец то есть не их человек вот вдруг оперирует тем сам понятием которого была очень и очень большой секрет ну его так сказать как обычно говорят хотели закатать вот но решили ладно пускай живет короче говоря поскольку начал им показывать как то есть он начал им показа японцам которые все открыли как оно должно работать и вот все на этом история пока заканчивается но дело в том что когда он приехал соединенные штаты его назначили на очередной должность он стал начальником ну будем так говорить технического отдела очень известной брокерской компании который называется goldman sex очень известная самая большая в мире считается брокерская компания короче говоря чтобы стать пример на эту позицию могу вам сказать что я разговаривал с одним человеком лично я его знаю было подано девятнадцать тысяч заявлений чтобы занять какой-то пост ну меньше чем он занимал вот этот стив нисон девятнадцать тысяч можете представить да ну сумасшедшие конечно там оклады и так далее короче говоря их вызвал его и начальника экономического дела вызвал хозяин и сказал дело было в понедельник пятница после обеда мне положить отчет до обеда точнее положить отчет акциях компании которые мы собираемся приобрести вот вам 10 компаний и вы должны сделать анализ и доказать какие надо нам купить а какие надо не купить вот из двух сторон мы это все будем анализировать ну стив нисон через полтора дня в среду он принес положил отчет на стол а тот экономический там начальник этого отдела он принес пятницу как раз вот то время как было обозначено и положил ему на стол ну начальник взял проанализировал вызвал и после обеда и говорит ребята ваши абсолютно идентичные заключения по поводу тех компаний которые мы хотим крепости то есть я получил подтверждение то есть с одной стороны работать некорректно понимаете как нелогично у нас есть две оси я это объясняю девяносто девять и девять десятых процентов людей оперируют по вертикальной оси это мы сейчас говорим уже о бирже о графике о техническом анализе повторяю технический анализ никто и нигде никого не обучает ни в каких колледжах ни в каких ни в каких школах это все каким-то образом частном порядке где-то ну кто-то кого-то обучает я сам этому учился но естественно частным образом я 10 как обучаю поэтому это вот именно так но что самое интересное в график вложены абсолютно все экономические новости и все финансовые и политические и так далее то есть правильное понимание графика дает возможность предвидеть скажем то что может произойти то есть смотрите о чем идет речь вот мы получили какую-то информацию какая будет погода к примеру ну вот здесь написано зимой но слишком это общее где зимой ну в течение каких месяцев каком районе опять же это же очень и очень все непонятно как бы да ну тут надо было бы как-то по конкретнее логично да было быть для того чтобы но принимать в этом участии и знать точно как ну скажем холодно будет зимой ну дальше что где будет холодно зимой краснодарском крае наверное будет теплее чем в сибири примеру да хотя там сейчас все будет меняться короче все будет наоборот скоро поэтому как нам практически в этом процессе можно было участвовать вот я практик да я как бы как чуча я не писатель я читатель да я не теоретики а практики я это делаю и обучаю как можно в этом принимать участие ну вот смотрите чисто условно вот мы знаем о том что доллар полетит в течение евро полетит вниз правильно когда четвертого числа ну понятно что отпуска планируется заранее но к примеру нам ехать в европу сша довольно таки далеко правильно и мы должны естественно планировать заранее но тем людям которые живут скажем в россии или там в снг намного проще ну сил на выходные поехал да если есть виза естественно так вот куда за покупками поехал я знаю что люди едут за покупками закупает поскольку ну там у каждого свои короче говоря причины почему и как так вот друзья если мы это знаем как не езжайте скажем 3 числа туда пример то есть это практически то есть если я знаю я подожду если я знаю вот я еду у меня половина бака машины верно но я знаю о том сейчас будет какая-то экономическая новость и в графике это все отражается и это что это будет означать нефть полетит вниз до круто сырая нефть который сегодня за баррел составляет я сейчас покажу это все но я не буду заправляться потому что я подожду до завтра у меня еще пол бака есть верно а ведь казалось бы проезжая мимо и цена вроде подходящие но завтра ведь я предполагаю на будет меньше поэтому разумно скажем обождать еще раз есть много нюансов в этом плане я чисто логически пытается рассуждать как мы можем принимать участие во всем этом деле вот вопрос о чем будет с долларом в россии ничего не будет долларом россии потому что в россии рубль есть доллара в россии нет условное скажем соотношение между долларом и рублем я уже немного раз показывал я могу сейчас показать что происходит сейчас с рублем и в графике это все отражено тут не надо предсказаний вообще никаких но желательно это иметь я вам сейчас скажу очень интересную вещь 9 числа 9 числа у нас будет в эфире очень известный человек а строго тоже кстати зовут ее я уже получил согласие поэтому могу озвучить я об этом вчера говорил завод и и и это женщина светлана драган но наверное многие вы больше знаете чем я все-таки много лет проживаю но тем не менее даже я это знаю более того я уже общался более того это предметно более того я знаю время по минутам я сейчас это все проверяю и это просто невероятная вещь то есть давайте я вам сейчас покажу на экране так я не знаю на каком формате это будет ну допустим здесь сейчас появится график так я думаю что он появится будем сейчас пока я дождусь его на втором мониторе этот график так есть вот сейчас появился график ну вот смотрите это один из скажем инструментов которая пользуюсь для того чтобы показать потому что смотрите какая штука дело в том что повторюсь еще раз рубль рубль такой валюте в мире нету к сожалению есть валюта во всем мире известно это доллар индекс доллара состоит из шести валют куда куда рубль не не входит короче говоря поэтому если мы анализируем график я его показал много раз этот график и сегодня это на сегодняшний момент он составляет 51 доллар 50 рублей 92 копейки 59 рублей 92 копейки это данные конкретные реальные не те которые дает сбербанк и те которые обменники там дают дети графики брать я потом отвечу дело не в том где их брать их надо анализировать их надо строить эти графики просто график смотреть на этот график это можно смотреть на него ничего не понимают в этом графике для этого я занимаюсь столько лет но я обучаю кто тех кто хочет обучиться практически так вот смотрите еще раз повторюсь для тех кто первый раз это слышит до того момента конкретно говорю пока не быть друзья не увидите о том что один доллар составляет 55 рублей и 40 копеек до того момента даже не надеетесь о том что крэш не крэш рубль пойдет укрепляться это все он будет туда-сюда туда-сюда вот только один момент то есть по моим прогнозам рубль будет не укрепляться доллар будет укрепляться но смотрите какая вещь доллара летел вниз сейчас вам покажу про доллара вот смотрите но на этом графике наверно могу тоже показать сейчас посмотрим но смотрите да по это этот график вот о чем идет речь вот этот доллар вот видите когда он начал свое падение начал свое падение в январе месяце вспомните этот график которого только что было у вас на экране то есть все летит вниз доллара летит вниз евро летит вверх британский фунт летит вверх могу это показать и доказать и только рубль не идет вниз то есть не укрепляется короче говоря рубль не укрепляется по отношению почему а потому что тут нету никакой корреляции абсолютно 6 валют мировых валют влияет на индекс доллара поэтому задавать такой вопрос простите некорректно вопрос надо задавать по-другому что будет с рублем если вы хотите на сегодняшний момент зарабатывать на том что вы скидываете рубли покупаете доллара такой вариант может быть это да если вы хотите на сегодняшний момент зарабатывать на этом или ехать скажем в европу и за покупать там какие-то товары не знаю кто чего то есть прогноз причем очень и очень серьезный прогноз по этому поводу сейчас я озвучивать его даже не буду потому что на это у нас будет 9 числа в срезу передача со светлана дорога которая конкретно ну так сказать этим занималась но действительно она с точки зрения астрологии показывает и здесь очень и очень правильное и разумное соотношение двух человек найти вселенная работает нету какой-то главной планеты верно она это все планеты равноценны нету главнее это главнее той и так далее каждого на свою функцию поэтому скажем так с моей точки зрения повторяю здесь находится горизонтальная ось и вот мне надо сказать как трейдеру где будет разворот вот если я смог благодаря астрологу неважно там или ясновидящему определить что здесь будет разворот то тогда мое подтверждение особенно если речь идет о каком-то техническом уровне тогда тем более будет правильно с этим понятно теперь давайте я вам покажу вы можете задавать вопросы а я вам покажу другой график это это мои графики рабочие графики и вот я вам показываю дневной график доллара который повторяю состоит из шести мировых валют вот видите свечка вот эта красненькая свечка не знаю там конечно мелко но просто у меня очень большой монитор вот эта свечка была 8 декабря 8 декабря 4 августа вот свечка примерно этих размеров чуть меньше вот до этого времени не было этого посмотрите когда с какого момента вот это все но эти евро когда она начала идти вверх она начала идти вверх 28 3 января 2017 года она начала идти вверх 3 января вопрос скажем так на засыпку да куда будет идти евро дальше вот друзья я сейчас нарисовал значит график пользуясь тем техническим анализом которые я изучаю в течение многих лет и которых я обучаю скажем моих студентов а значит на этом графике я вам ну наверно с восьмидесяти процентной вероятностью могу сказать что мы идем не вниз а мы идем вверх значит здесь конкретная цифра 1 доллар ну переведете в евро переведете рублей это же легко перевести а будет составляет 121 значит когда мы полетели в четверг это было 1 19 там чем-то сейчас я более покажу ну более мелком скажем так масштабе вот смотрите 240 минут так 4 часовой график того же евро я показываю фьючерсы но неважно как это все называется вот видите как она полетела значит вот смотрите вот смотрите 240 минут поэтому в этом масштабе трудно сказать это было 200 вот это был падение это было падение когда вышел экономический репорт смотрите как интересная какая вещь я об этом знал я лично как практика я об этом знал вы в питере купили за 61 и 4 десятых ну то что нужно было это понятно а почему 61 а потому что естественно на комиссионных зарабатывают те кто вам продает эти доллары вы не сможете купить эти доллары то есть эти руб эти рублей тогда вот или доллары за эту сумму почему потому что вот только если вы будете на бирже как трейдер участвовать вот тогда вы сможете а так нет сожалению никто этого не может иначе по-другому мы не найдем ну кроме того если мы накопим это вот смотрите я знаю о том что но полетит вниз ну на мелких графиках я могу показать о том что здесь был предел и это уже было понятно почему мы полетим вниз я даже могу сказать вам о том что куда дальше это пойдет как трейдер могу вам сказать но конечно мне было бы очень приятно и не было бы очень так сказать материально хорошо если бы мне это подтвердил астролог да еще раз это работа и тяжелая работа как шахматист и серьезный свое время я расцениваю это как шахматная партия как комбинация я должен быть впереди своего партнера вот и все сегодня очень сложно это очень тяжелый но не знаю бизнес не бизнес это очень тяжелая работа поскольку здесь очень много факторов но как любой работе это надо учиться если мы хотим приобретать специальность ну вот смотрите как трейдер как трейдер без объяснений там каких-то там чего я вам могу сказать вот что не идет он вниз друзья даже на этом масштабе вероятность вот этого события значительно выше чем мы пойдем вниз правда правда вот эта стрелочка которая сюда показывает не будет считаться если мы пролетим ниже этой нижней точки еще раз как мы можем в этом принимать участие вот видите это мой реальный аккаунт это мой реальный аккаунт то есть это реальные деньги и это реальное принятие моих решений вот это то что было сделано я вы не видите может возможно этого но я могу сказать это было утро цифру вы не видите но что вы можете видеть вы можете видеть вот эту цифру она мелкая очень но могу вам сказать что к 7 часам утра моего времени а биржа открывая глаз еще только через полтора часа у меня на аккаунте было плюс 296 долларов 50 центов вот 7 утра о чем идет речь я практически использую эту информацию только к этому будет относиться но это дело наше и это не значит что всем надо в это дело в обвлекаться я просто показываю как можно практически этим пользоваться вот смотрите показываю другой график ну вот эта точка была у меня предсказана или спрогнозирована что мы сюда придем то есть я уже знал что мы придем в эту точку и здесь я беру профит на падение что делаю дальше я я предполагаю имея ввиду то что мы идем все-таки вверх на других промежутках времени я покупаю то есть противовес абсолютно все то есть андрей бухарин правильно сказал абсолютно и я как практический трейдер и познаю абсолютно точно что это все манипуляции нас хотят втянуть в эту авантюру особенно еще к тому же у нас и затмение и какие-то скажем неадекватное принятие решений эмоциональные всплески особенно у женщин кстати хочу отвлечься женщин соотношение женщин и мужчин на бирже на стак-маркете когда я начинал много лет назад и тогда было один примерно 20 25 знаете сколько сейчас соотношения но один 150 по неофициальной статистике но что самое интересное они все абсолютно все очень и очень успешны по одной элементарно простой причине как правило у женщины есть интуиция не примерно простите мужикам ну есть конечно исключение вот это первое второе они по натуре своей все-таки не гемблеры они все-таки осторожные люди если они это дело освоит у меня было несколько человек они очень неплохо в этом всем ориентируются и это все делают так вот очень интересный момент который мы со светланой будем освещать когда мы встретимся в среду и этого очень мало кто знает это все зависит от того какой тип ну персонал эти кто вы по характеру первое второе профессиональное качество ваше как трейдера если вы понимаете хотите ходите ли вы на работу потому что люди которые уходят на работу они не могут как сегодня я в 10 часов утра скажем или всем ну всем утра я еще могу допустим но если я иду на работу понятно что мне надо собираться и я не могу в этом мероприятии участвовать а точно так же эти люди не могут участвовать значит как тогда и практически получает от этого какие-то бенефиты тогда они делают вот что я вам сейчас еще раз покажу мой реальный аккаунт посмотрите у меня есть позиция ну цифры возможно не увидите то есть здесь написано вот что вот этот индекс это индекс доллара вот эта цена за которой я покупал и здесь еще нету профита то есть у меня один контракт куплен по цене 93 32 так смотрите сейчас я вам покажу ну это там где я делаю в твиттере там только одни трейдеры значит и вот у нас движение доллара у нас здесь движение доллара вот видите вот эту вот картиночку и цена 93 37 прямо сейчас настоящий момент 93 37 то есть это а я купил 93 33 то есть я ставлю на повышение доллара что это означает это означает евро идет вниз если евро идет вниз фунт идет вниз еще какие-то валюты пойдут вниз доллар пойдет вверх то есть здесь я полный скажем так корреляции с андреем бухариным который как раз таки об этом и говорит а доллар будет укрепляться как не будет укрепляться пока вы никуда не укрепляется вообще на самом деле поскольку у меня здесь показано с 4 числа видите доллар пошел вверх и стоит на месте ну я просто так сказать ориентируясь в графиках я понимаю что есть какие-то вещи которые без всякого технического анализа уже показывают что куда будет идти но временно друзья временно возвращаясь к тому графику то есть если я сейчас его скажем ликвидирую этот контракт то я заработаю там очередные там какие-то там деньги и у меня уже будет там больше чем 300 долларов но смотрите берите а вот это падение продолжал здесь написано 15 минут падение на самом деле продолжалось конкретно вот смотрите не здесь это было падение нет это был предыдущий день падение было здесь видите 730 я показываю мое время когда был экономическая новость она слов вниз 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 но здесь был какой-то очень маленький подъем но не это то что показал андрей у меня конкретные реальные это время я просто еще по этому времени нахожусь я это точно знаю но главное падение то есть вначале было падение здесь немножко задержка потом поддельная продолжить и дошло до этой точки значит сколько все это продолжалось 9 часов 30 минут моего времени 7 30 начался было экономическая новость всего два часа продолжалось это падение смотрите два часа она продолжалась но это было в пятницу и вот до конца пятницы с 9 30 до конца дня по нашему времени это 8 сколько 6 4 часа дня оно шло вот так вот куда-то сюда вот в это время в 3 часа ночи друзья у меня есть анализ по времени который мне дал астролог о том что сейчас не надо ожидать какой-то подъем евро временно да то есть конечно же но вы понимаете базируясь на предыдущем графике и базируясь на элементарных вещах для меня конечно элементарных кто разбирается они знают это друзья универсальный закон вселенский закон это астрология то самое это линии фибоначчи наверное все знают что такое золотое сечение наверное все знают что это вообще такое да ну еще раз вообще это как скажем понимать информацию пользоваться информацией ну и будем говорить прямым текстом зарабатывать деньги но легальным путем повторяю без просто надо быть умнее можно зарабатывать деньги шахматистом верно ведь они могут обыграть и играть на деньги зарабатывать просто один как бы не сказать что умнее но лучше разбирается шахматах чем другой вот и все мы сейчас не будем на эту тему говорить что это такое как что и почему я повторяю что мой прогноз мой прогноз говорит вот о чем сейчас еще одна вещь я сделаю то есть отсюда я точно знаю что мы дойдем сюда видите вот в этой точке мы дошли то есть у меня проведена эта линия у меня проведена эта линия вот в этой линии еще раз я технический аналитик я знаю что здесь я беру мой прав я знаю что мы придем к этой точке заранее знаю потому что этот уровень определяется вселенскими законами мы дошли сюда пошли вниз но мы этот уровень пробили друзья и теперь как только мы будем выше вот этой точки так как я вам пытался объяснить по поводу рубля то у меня вероятность того что евро пойдет вот к этой точке очень и очень высока то есть вот она идет сюда евро здесь у меня зона которая называется линии по-русски сопротивление или резистанс по английски и как только мы превысим вот эту линию тогда у нас таргет будет вот к этой линии и вот здесь я буду выходить а то что мы придем сюда но сомнения у меня этом очень и очень мало то есть мы сюда придем кто это может рассказать астролог может нет не мог это можно рассказать трейдер аналитик которые этим занимаются но всегда есть вариант вариант ошибки без сомнения поэтому для этой цели вот это есть горизонтальная ось и если я в определенное время которое мне будет дано примеру ясновидящим примеру вот мне говорят о том что во вторник в 12 часов дня будет разворот евро вниз и вот 12 часов дня мы приходим к этому уровню но расскажите мне это мой уровень без астрологов которые очень хорошо разбираюсь а если мне еще астролог дополнительно скажет шансы мои и так 80 процентов они увеличиваются ну намного то есть я здесь просто увеличиваю размер моих контрактов и зарабатываем 2 в 3 и так далее это не значит я кого-то пытаюсь убедить или куда-то втянуть нет просто есть информация о которой мы не знаем как и любая информация в астрологии которые надо умело пользоваться только и всего если мы сейчас посмотрим вот андрей там был по поводу нефти рубль и нефть ну еще раз я не знаю почему привязан нефти возможно в россии привязана но с моей точки зрения это профанация значит вот смотрите какая штука вот видите тот же самый вариант только это было не 4 числа то 4 числа было вот что 4 числа то есть пятницу когда вышла тот самый экономическая новость то нефть полетела видите как но ребята она полетела значительно ведь раньше она полетела первого числа нефть значит по моим прогнозам теперь по моим прогнозам нефть будет конкретно рассказываю и на этом можно очень и очень много если захотеть конечно и понимать повторяю это не гэмбл повторяю это не казино это очень серьезные вещи то есть по моим прогнозам как только мы опустимся ниже вот этого низа который был первого числа а тут сейчас скажу сколько сорок восемь долларов 33 цента за одно за один баррел это сырая нет то тогда наш таргет наша цель будет вот здесь а если мы пролетим и сюда то тогда она будет вообще вот здесь и вот здесь будет но наверное скорее всего разворот вверх поэтому видите я могу прогнозировать это значительно лучше но я должен видеть подтверждение потому что здесь вот в этой зоне вот в этой зоне по техническому анализу находится зона суппорта или зона поддержки поэтому мы сюда пришли ведь эта линия появилась вот здесь после этой линии ее не было здесь но почему-то посмотрите почему-то мы сюда при падении пришли и пошли вверх почему-то мы остановились на этой линии то есть я вперед могу прогнозировать знаю вот эту линию я могу вперед прогнозировать куда мы придем и где мне надо покупать для не надо продавать это всего лишь информация которой можно пользоваться так и с недвижимостью друзья недвижимость если мы знаем о том что недвижимость растет у нас есть такая возможность покупайте недвижимость но она не до луны будет расти она будет расти на какой-то период времени если вы имеете правит от этого ну скажем там 10 15 20 процентов продайте получите этот профит и ждите следующего момента люди которые хотят вот я сейчас сам себе как бы с одной стороны противоречию я прогнозирую подъем евро с другой стороны у меня написано о том что у меня доллар куплен то есть евро должно идти вниз почему а потому что есть люди которые ходят на работу у них нету времени за этим следить им до лампочки все эти там падения подъема и так далее они знают четко о том что в течение и вот как сказал андрей бухарин к примеру просто до 17 числа августа месяца доллар будет идти вверх вполне вероятно он может идти вверх поэтому он будет идти вверх но я тем не менее на этих падениях буду брать каждый раз на каждом я на этих вещах буду брать себе профит и это поверьте работа тяжелая да но она слушайте она очень много чего может дать если к 7 утра я так сказать себе недельную норму выполнил правильно но теоретически я могу за эту неделю делать то что я хочу так что то же самое как бы теоретически может пользоваться любой человек давайте мы посмотрим я сегодня по золоту пытался делать так сказать работать по золоту давайте посмотрим золото наверно кого-то это интересует вот это золото смотрите по моим прогнозам несмотря на то что мы сейчас пошли вверх по золото и опять же это было падение знаете но опять же для этого надо разбираться в этих вещах дело в том что как правило не всегда но как правило если доллар идет вниз золото идет вверх посмотрите что было золото золото дошло вот 7 9 июля золото которое летело вниз резко начало идти вверх с 1200 сколько 4 она поднялась золото до 1277 знаете сколько это это 7300 долларов базируется на одном контракте 7 с 9 июля сколько сейчас это все продолжалось до 1 августа потом она стала идти вниз если в два контракта понятно в два раза больше знаем мы это технически да заработаем и столько или нет теоретически да практически можно но опять же очень тяжело скажем купить вот здесь и видеть когда она летит вниз я считаю что она будет идти вниз и без сомнения для меня она будет здесь значит разница между тем где мы сейчас и где мы собираемся быть 1000 долларов вот здесь находится 1000 долларов вот базируется на одном контракте да но понимаете чтобы иметь и сказать это сто процентов так мы должны будет опять же технические вещи мы должны быть ниже вот этой точки пока нет то есть мы можем идти тем не менее вверх потому что у нас тренд это называется вверх эти все вещи надо понимать понимаете поэтому для тех людей которые не могут участвовать в этом в течение дня они элементарно могут быть то что называется инвесторами ну инвесторами понимание трейдинга или так называемая позиция они взяли позицию и стоят независимо вот этих вот перепадов этих свинков то может кто хочет да здесь гораздо больше возможности потому что если мы такие идем вниз тогда мы можем вот на вот этих свинках за вперед мы можем получать каждый раз бенефиты дорогие друзья наверное наверное мы на этом должны закончить я прошу прощения что так долго на этом останавливался но есть вопросы их надо освещать эти вопросы потому что складывается возможно какое-то ложное представление вот то что мы говорим скажем с андреем бухариным там или с кем-то еще речь идет о том что это должно быть не однобокое развитие очень сложно скажем понять такую вещь и мне все время спрашивают три единства вмешать всего в одну кучу для меня это не одна куча для меня это три единства это целая целостность body mind spirit на английском языке на русском языке тело душа тело ум душа как угодно значит если мы духовные люди продвигаемся на пути духовности к примеру да то мы должны двигаться начиная с этого физического материального тела то есть мы должны как бы более-менее выглядеть верно то есть мы должны быть материально как-то обеспечены верно и мы должны быть здоровы но это нормально верно но тут наступает разрыв потому что сейчас спрашивают какое имеет отношение бирже пусть занимаетесь майкл духовность и вы говорите о бирже то есть для людей это полностью противоречит нету здесь никакого противоречия каждый человек волен выбирать свою профессию на кого-то бизнесом заниматься это не профессия дурака валяния так нас почему-то научили капитализм это дико плохо я живу 26 лет здесь и там прожил много лет гораздо больше чем 26 но я-то разбираюсь в этих вещах я же был и там и там я могу доказать это элементарно я имею образование могу доказать не так как нас учат к сожалению не тому нас учили везде есть нюансы но короче говоря для меня это органично то есть сосуд в котором находится наша душа или вода должен быть без дырок иначе вытечет все взять грязный сосуд в руки тоже как-то не очень приятно верно то есть как-то он должен быть более-менее соответствовать своему предназначению только и всего как этому относиться дело каждого человека избрать себе профессию предназначения мне спрашивают постоянно а каково мое предназначение вот вчера у нас было там пятилетие не центра офиса и 4 почти 4 часа скажем я там был в эфире только помогал но потом пару человек мы анализировали вместе с еленой форецкой молодец кстати елена вот с точки зрения предназначения это же очень сложно но никто же этого не хочет делать все как бы хотят дали готовый рецепт и все ну где конечно надо знать что будет зимой неплохо знать да вот на телефона сейчас все прогнозы ехать но это не значит что они все на сто процентов исполняются просто надо уметь пользоваться этими всеми вещами если мы умеем пользоваться если мы понимаем наше предназначение наше вот это вот материальное энергетическое и духовное тело из которых мы состоим при едины то тогда нам будет просто легче и проще вот с этой целью создан этот центр с этой целью приглашается люди которые приходят и которые помогают дать информацию и здесь нету шарлатана вообще-то говоря ну какие-то не кому-то я не нравится понятно нормально вот кому-то не нравится кто-то еще нет у нас не всевышний которого надо любить без оглядки так сказать это еще вопрос не все это делаю поэтому масса нюансов но как минимум мы пытаемся что-то рассказать объяснить спасибо дорогие друзья я рад что большая часть людей которые пришли вообще-то говоря на андрея пукарина остались со мной и не потому что я кого-то хочу научиться хотя могу а с другой стороны просто эта информация и анализ ситуации в которой я я не про трейдин сейчас говорю просто из образование неплохое скажем бывшем советском союзе образование здесь соединенных штатах образование которое я имею там на востоке дает возможность анализировать и о чем-то говорить того чего может быть непонятно легко рассуждать о том и давать советы больным людям к примеру да если у нас все хорошо мы здоровы и вот легко давать ну а если мы заболели чем мы будем делать слушать советы тех у которых все хорошо верно так давайте не болеть знаете есть поговорку последние что я скажу это две части из это я уже говорил об этом но может кто-то не знает две части всем известны дурак учится на чужих ошибках причем такое впечатление что у нас все дураки но наверное калиюга потому что все почему-то учится на своих ошибках умные учатся на чужих ошибках а вот третья часть есть о которой немногие знаю третья часть говорит вот о чем а мудрецы их не делают вообще то такие мудрецы а мудрецы еще раз очень условно да дорогие друзья спасибо чтобы я пытаюсь это объяснить так как я скажем ученик который хотел бы слышать как не это объясняет вот я так сделал когда поехал в индию достал положение ученика и попытался убрать все весь гарпич который у каждого из нас есть в голове и он понять нам никому другому кроме нас он понятен но ведь другому не понять так мы реагируем так вот мудрецы это люди которые ну чего-то уже умею делать они больше понимают это астрологи это психологи это возможно ясновидящие я имею ввиду правил правильный хороший я сейчас не говорю о низко вибрационных скажем энергии я сейчас не говорю о людях которые хотят что-то получить за счет чего-то кого-то но работа на есть работа собственно говорят чего нет плохого ничего нет дурного работа должна оцениваться и нормально я всегда провожу очень интересную аналогию с моей точки зрения а вот будет ли она понятно не было бы интересно послушать вот смотрите видите это было бы последний вот есть учитель верно учитель он по идее должен я беру просто гипотетическую и такую информацию которая просто идеальная информация то есть он учитель должен отдавать что он отдает он отдает свои знания верно он учитель он их заслужил получившие эти знания и он должен их отдавать что происходит у нас большинстве к сожалению случаях но это последствия коллеги учитель и ориентируются на аудиторию как она будет реагировать эта аудитория сколько она будет ему платить сколько будет людей присутствовать в этой аудитории как будет восприниматься эта информация которая дает ему хочется чтобы его хвалили что такое это эго называется но ложным эго ложная есть несколько разновидностей сейчас не об этом вот но тем не менее мы берем идеальную ситуацию и человек не обращает внимание вот на вторую часть и он отдает смотрите вселенский закон и мы это знаем вселенский закон гласит следующее только отдавая мы получаем других вариантов нет мы получим если мы будем отдавать любовь всевышнему мы ее получим но только это должно быть искренне и оно должно быть безоглядно как мама к своему ребенку это пример единственный пример в нашем материальном мире нашем обществе обществе единственный пример как мама будет относиться к своему ребенку но я не беру там это больных людей и так далее вот то есть он будет всегда для мамы этот ребенок каким бы он ни был хоть преступником будет ее ребенка но это только единственный вариант других сожалению мало вариант вот он должен отдавать так когда он отдает он получает теперь берем самый сложный вариант мы берем противоположную сторону тех людей которые хотят получать друзья я не имею ввиду скажем вас я просто теоретически это все рассуждаю вы должны это понимать не нас и проснул как говорит здесь у нас в америке нас на прошлом короче говоря что делают что делаем мы которые желающие получать знания что нам надо сделать нам надо отдать верно не можем получить неправильно это будет как мы можем получить расскажите не отдавая мы нарушаем категорически вселенский закон мы получаем в начале потом будем отдавать это неправильно а то еще и не будем отдавать а вот халява есть такая национальная черта у всех так вот как вот здесь вот самое главное вот здесь самый главный разрыв между законами есть тритча я об этом рассказывал когда очень известный гору давние времена рассказывал просто рассказывал к нему приходили люди отовсюду на востоке дело происходило и настолько интересно все это рассказывал люди просто просто были диком восторге дико это все нравилось и они кланились благословляли там давали там не знаю раньше браманы браманы они работали за на кровь и за еду деньги там никому не нужны были то есть зачем они на машинах как бы не ездили в лесах да и вот как-то пришел к нему ученик и говорит гуру махарадж а давайте мы поедем с вами куда-то ну так большие города пускай люди знают не потому что там известность а потому что ну не многие могут приехать не многие знают вас а мы поедем и там будем это делать он говорит ну давай только кто будет организовывать я буду организовывать говорит ну дорого хорошо поехали и вот они поехали и вот они едут с города в город а и везде ну как сейчас говорят аншлаг то есть люди просто просто на руках его не носит и все происходит здорово замечательно и вот они приезжают какой-то маленький городок точно такой знаете в индии там эти там нету разделения вот и едешь 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 уже города меняется одни за одним там настолько все как бы одна куча кстати индусов говорят большим китайцы просто их никто не посчитал у них паспортов нет просто и все переписи население нету они там где мало этом пещера сидят поэтому и больше чем китайцы на самом деле так вот и города эти вот я ехал там жизнь она кипит и ночью там все работает короче говоря приехали не в город и вот ну там помещение где лекция там должна проходить и никто не приходит назначенное время входит от гора махарач смотрит никого нету один его ученик он говорит так а что будем делать ученик спрашивает говорит ну а почему он говорит не знаю говорит ну хорошо лекцию будем проводить на говорит как лекцию никого нет говорит как нет стены есть и есть садись я буду читать то есть человек должен но условно пусть понимать он должен выполнять свою задачу его задача объясняет он лектор его задача давать знание а то есть смысл какой вот пришло два человека я же проводил эксперимент ты за двух человек приедешь нам делать там йогу допустим не не приедет чему до лишь 15 долларов я получил там еще вам надо допустим за рент и так далее я на бензин больше потрачу время не поеду ну как бы а почему а почему мало людей а потому что как бы хотели бы получить но как бы дорого может быть кому-то и так далее хороший смысл ведь какой сегодня поэтому в идеале должно быть вот таким образом и нам надо для этого знать свое предназначение для того чтобы функционировать именно там где надо не всем надо заниматься биржей не всем надо быть астрологами но такая возможность есть и астрологию таро и какие-то другие вещи которые мы делаем здесь надо знать потому что есть ситуации но даже я когда-нибудь возьму и сделаю поскольку не так сказать надоело когда где-то кто-то какие-то условия стоит где-то такие все крутые чуть не буду я но не надо хорошо я сам это сделаю вот не в такой степени но зато это будет понятно и наглядно кстати ну вот таким образом спасибо всем большое всех благ благосостояние и главное вот был вопрос не подписывайте документы сегодня друзья это не очень хорошо потому что подписание документов это какое-то новое сегодня этого делает не стоит выждите пару дней но имейте ввиду 14 примерно августа по моему 14 не нет сейчас моих программ под рукой меркурий идет он становится ретроградным и это будет потерянной коммуникации примерно по моему до 4 5 сентября вот в этот период времени тоже имейте это ввиду достаточно сложный период времени и тоже не надо ничего нового в период меркурия ретроградного рекомендуется завершать свои все дела не начинать новые но пока еще у нас есть короче говоря время правда еще раз 21 августа и вот этот период между двумя затмениями достаточно сложный период тем более что мы находимся я в правду заложен не на свою территорию но тем не менее имейте ввиду сочетание марса сочетание солнца в знаке льва это все маска воинственная планета солнце горячая планета лев это сами понимаете хищник вот это все очень и как бы опасно вместе если в комбинации со всеми надо воздержаться от каких-то ну какие-то серьезных вещей вот про меркурия рассказал что такое ретроградный меркурия он не движется обратно он движется вместе с нами вперед только у нас такое впечатление о том что он от нас остается поэтому кажется что он идет в обратную сторону вот я уже объяснял кстати мало где-то таких объяснений я я не встречал кстати объяснение о чем идет речь ну все на сей раз уже точно все спасибо повторяю за то что вы внимательно это все как бы слушали кому интересно будет оставьте свой комментарий я с удовольствием ознакомлюсь потому что обратная связь нужна просто дело в том что сегодня я должен был выступать на радио чикаго по поводу финансов она меня приглашает но отменили мою программу у них видите ли появился клави клиент появился который платит бабки за это дело ведь сегодня наш вот все мотивировано вот эта информация которая очень важная ну как кому на сто лет надо она же не рейтинговая информация такие рейтинговая но как бы ну послушали и послушали а вот человек заплатил деньги за эфирное время ну бизнес у нас в мире на первом месте спасибо всего доброго до свидания до новых встреч встретимся не завтра встретимся в среду пока нету этих программ у нас на ютюбе но я их ближайшее время выставлю а потому что вторым человеком будет 19 19 часов будет эльза хопотняковская гранд мастер дорогие друзья это будет очень интересно редкий случай она очень востребована очень занятой человек так что встретимся в среду всего пока